Сегодня покажу, как я торгую, как работаю вообще, как работает трейдер внутри дня, что я использую, какие инструменты. Ну и будем разбирать определенные тонкости внутридневной торговли. Для тех, кто совсем новенький, я торгую только интродэй. Это минутные, пятиминутные графики, символы, то есть рынки я торгую практически все. Утром я торгую Мосбиржа, акции фьючерсы, я торгую в европейскую сессию индексы DAX, британский индекс, валютные пары. В американскую сейчас сессию я торгую золото, нефть, индексы и вот все символы, которые вы здесь видите. Ну, наверное, кроме саланы, криптовалюты, кроме крипты я, в принципе, можно сказать, торгую все и использую везде один и тот же подход. И первое, вот самые золотые правила, которые, на мой взгляд, нужно соблюдать каждому трейдеру, чтобы стать зарабатывающим внутри дня. Правило первое, это время, когда ты торгуешь. Если это американская сессия, это, как правило, с 16 часов ТВ-экрана. Если это Мосбиржа, в 9.45 ТВ-экрана. Второе важное правило, это не прогнозировать рынок более чем на 10-15 минут. То есть, ты смотришь на ситуацию, получил сигнал от своей системы и смотри не более чем на 10-15 минут вперед. То есть, что потенциально с большой вероятностью может произойти в течение 10-15 минут на основе той картинки, которую ты видишь. Дальше. Если ситуация идеальная и ты уже, ну скажем, имеешь определенный опыт, можно увеличивать объем. То есть, на малую дистанцию брать большой объем. Вот это важно. То есть, не сидеть в сделках долго и не торговать в сонных рынках. То есть, что значит не торговать в сонных рынках? Это значит, что торговать, например, акции, которые имеют уже текущий диапазон, например, 2-3%. То есть, акция взлетела или обвалилась на 2-3% уже к моменту твоей торговли. То есть, ты уже приходишь в рынок, который либо вот-вот закипает, либо уже кипит. То есть, вот это золотое место, где ты можешь зарабатывать деньги. Есть ряд других критериев, как мы определяем активный рынок, пассивный рынок, интересный или нет. Сегодня я об этом расскажу. Но вот это фундаментальное правило, если вы хотите зарабатывать внутренне. Игра на коротке. Игра в волатильных только рынках. Активных рынках, ликвидных рынках. И время, когда это все происходит. То есть, время обычно это в 16 часов по Москве, Америка. И это в летнее время, в зимнее чуть позже. И в 10 часов 9.45 Мосбиржа. То есть, это основное время, когда мы работаем. В это время наибольшая вероятность получить профит за меньшее время. Все. Вот это вот базовое правило. Каждый новичок должен знать. Еще одно важное правило, это не торговать много. То есть, совершать 1-2 сделки. Вот для новеньких, особенно кто у меня обучается, я советую совершать 1-2 сделки в день. И заканчивать торговлю. Это могут быть сделки в начале дня. Например, вы начинаете в 10. В 10.15, в 10.20, вы же совершили 2 трейда. Все, заканчивайте. То есть, ваш торговый день может быть короче. Не важно, это прибыльные сделки или убыточные. Куда важнее, это не увлекаться торговлей. Чтобы трейдинг не превращался, знаете, в такую вот игру, увлечение, какое-то развлечение. А потихоньку вы привыкали к тому, что ваша основная задача, это каждый день делать чуть-чуть профита, чуть-чуть профита, чуть-чуть профита. То есть, закрывать сегодняшний день в прибыли, чтобы сегодня было больше, чем вчера и так далее, и так далее, и так далее. И базовые цели. То есть, мы смотрим на ближайшие вот 10-15 минут, куда цена придет. То есть, мы не думаем о том, о, сколько здесь мы можем поймать. Потому что это может быть, это ожидание, и кто фиг знает, что сейчас. То есть, момент ваш. И для этих целей я использую автоматические способы. Потому что вручную, если я буду каждый вот этот символ или каждую акцию на муссбирже, которая у меня есть, а у меня там больше 50 акций. Если я буду все акции сам смотреть или все вот эти символы мониторить сам, то, скорее всего, я нигде не успею. Потому что рынок вспыхивает, он быстро летит. И мне нужно, скажем так, собирать всю информацию о том, где войти. Как мы принимаем решения на рынке. Мы смотрим на этот, этот, этот критерий, 2-3 критерия, они совпали, и уже решение формируется таким образом. И вопрос, а какие это критерии и как я их собираю? Первое, это должны быть критерии объективные, которые я вижу и могу пощупать. Это могут быть критерии с помощью индикаторов. Это могут быть с помощью price action паттернов. Но главное, чтобы их можно было пощупать, то есть увидеть. Не думаю, не чувствую, не кажется, а вижу. И все это видно на графике, я могу это повторить. И мне нужно эту ситуацию торговать на горячих рынках. Все. Вопрос, как я определяю эти горячие рынки и как я эту информацию комбинирую сам. Или это делает алгоритм. В моем случае всю эту информацию о том, где лучше входить, комбинирует и находит алгоритм робота. Все, что вы видите на экране, все автоматически происходит. Когда ситуация готова, созрела, она появляется вот здесь, на сканере, в таблице. Я все вижу, что мне нужно, всю информацию. И затем, когда я перехожу на этот символ, смотрю, я уже имею цельную картину, как мне действовать дальше. Теперь, следующий этап, это менеджмент. То есть, работа с объемом. Вот ты зашел в сделку, у тебя совпали условия твои, да? Ты вошел в сделку, теперь тут имеет значение объем. Как ты рассчитываешь объем? Какой процент ты берешь риска на сделку? Или ты берешь определенную сумму? Или ты берешь определенный лот? Это все имеет значение. В моем случае, я беру несколько процентов, в зависимости от ситуации. Обычно 1%, иногда бывает меньше, иногда бывает больше. На сделку. И затем, если ситуация благоприятная, то есть, я вошел, и цена показывает движение в мою сторону, усиливает сигнал мой. То есть, появляются определенные паттерны, которые усиливают, я наращиваю объем. Таким образом, 10 минут я уже имею, если цена идет в мою сторону, уже имею профит. И в течение 10 минут я закрываю, как правило, позицию. То есть, основной профит. И потом, если цена идет в мою сторону дальше, я могу добавить. Или какую-то часть оставить на случай движения дальше в плюс. То есть, фишка в том, что ты берешь большой объем, но на небольшой отрезок пути. Потому что внутри дня рынки двигаются не так, что он пошел-пошел и не останавливается. Они двигаются зигзагообразно. И не так часто мы видим сумасшедшие тренды. Поэтому наша задача откусить определенную часть от движения. И если оно продолжится, попробовать прыгнуть туда еще, добавить объем, имея уже какую-то прибыль. Вот это основной фокус. И расчетом объема у меня занимается автоматика. Это советник ATM. Вот здесь вы видите в правом нижнем углу кнопки. Buy, Sell, Stop Loss и Take Profit. Все автоматически определяется этим алгоритмом. Вот, в принципе, все, что я вам сейчас рассказал, все так происходит. И позже я расскажу, как вы это все можете получить. Пока мы фокусируемся на онлайн-торговле. Смотрим за сигналами. Алгоритм ищет входы. Все настроено, все готово. Остается только получить информацию и своевременно ей воспользоваться. По евро-доллару у нас Buy сигнал. Покупаем евро. Я опоздал немножко с покупкой, но ничего страшного. 106900 с копейками. 950 вот здесь. Где мой курсор. Видите, да? Но я опоздал, потому что смотрел за другими рынками. И здесь еще не успел глянуть. Но, тем не менее, у нас хороший вход на Buy. По евро-доллару. И мы ожидаем ретест вот этой структуры. Так как я опоздал, здесь, конечно, потенциал будет у меня значительно меньше. Потенциал профита. 1.07 где-то 100 с копейками наш тейк. Да. Ничего страшного. Ничего страшного. Это хорошая сделка. Просто уже не такая прям большая в плане профита. То есть, объем профита здесь уже не очень большой будет. Она такая же вероятная. Ничем не отличается покупка здесь от покупки здесь в плане вероятности отработки. А вот в плане того, что ты недополучишь примерно 8 пунктов, да. Потому что статистически, когда мы видим такую картину, сигнал на сканере, у нас рынок приходит сюда. Примерно 7-8 случаев из 10. Тут вопрос, где ты купишь. Ты должен купить вот здесь, да, по правилам. Вот в этой области. Если купил с опозданием, то ты все равно должен закрыть здесь. Неважно, да. Где ты купил. Почему? Потому что смотри на левую структуру. Вот отсюда мы и отталкиваемся, да. То, что берем чуть меньше. Мы уберем пока евро в сторону. Будем мониторить еще доллар-канадец. Здесь тоже ситуация на сел. Хороший. Ну, все одинаково, да. Доллар ослаб. Все полетело. Все, что с доллара начинается вниз. Все, что начинается с другой валюты вверх. Ну, одинаково, да. По факту мы смотрим, видим одно и то же. Но, тем не менее, да. Если цена будет сюда подходить, по доллар-канадцу, я поставлю алерт. Это 37. 1.37. Тоже будем продавать. Также у нас есть сигнал по Расселу. Это американский индекс. Но мы чуть-чуть опоздали. На несколько минут. Видите, какой рынок, да. Вспыхнул. И сразу куча просто. Куча возможностей. Нет, мы уже чуть-чуть опоздали. Немножечко с вами на Рассел. Рассел. Это индекс включает 2000 недорогих компаний США. Тоже интересный индекс. Хотя многие любят S&P. Либо NASDAQ. Я люблю NASDAQ больше. Рассел тоже хороший. Ну, уже поздно. Мы опоздали. Это тоже такой важный момент, да. Не пытаться догонять рынок. Если ты уже серьезно опоздал, ну, ты опоздал. Все же, жди нового приглашения. Это как в театр. Если ты опоздал, скорее всего, тебя уже не запустят до антракта. Вот здесь такая же история. Если ты опоздал, жди. Когда рынок войдет в фазу, скажем, коррекции. Когда будет перерыв. Немножко успокоится рынок. Тогда ты сможешь нормально, так же спокойно занять свое место. Потому что сейчас уже поздно. Если ты, например, смотрел Dow Jones, хотел купить и не купил. Вот здесь уже поздно. Но твои эмоции, твоя, скажем так, в определенной степени боль от того, что цена идет в ту сторону, в которую ты ожидал. Но ты не имеешь фактически от этого ничего. Она усиливается по мере того, как рынок растет. Если ты этому сильно в голове и в теле, скажем, своем придаешь значение. То ты, скорее всего, войдешь в сделку где-нибудь здесь, на макушке, и он потом упадет. И это вот как раз момент, когда ты начинаешь совершать ошибки. То есть все ошибки, которые случаются в вашей торговле, они с чего-то начинаются. И вот одним из катализаторов может быть такое событие. Ты запланировал все, не успел войти, видишь, что идет. Ну, к примеру, это не моя ситуация сейчас. Но так как мы видим, что, например, Dow Jones не скорректировался к нужной зоне, а пошел дальше наверх, полетел, то я решил на этом примере вам показать, что в реальном времени вы понимали, как, скажем так, обстоит процесс обычно трейдера. Что у него в голове и как с этим работать. Я обычно игнорирую все. Я больше не смотрю, потому что если я начну смотреть, там, прикидывать. Так, еще там есть, в принципе, потенциал. Вот здесь до уровня, да. Потому что там слева есть уровень. Вот он. Вот еще подтверждение со сканера, что бай. Здесь есть карман небольшой. Ну, посмотрим. Мне нужно, чтобы рынок немножко в себя пришел, то есть скорректировался. И тогда, возможно, будет бай. Но это очень большой вопрос. Потому что мой смарт-осциллятор, это гистограмма, которую вы видите внизу, она не растет совершенно. Это плохо. Для быков. Она поднялась выше 50. Вот здесь. И все. И дальше не идет, цена идет наверх. А он пока никак не проявляет себя. Ну, ладно, не будем спешить. Спокойненько смотрим. Один важный момент хочу вам показать. Смотрите сюда. Видите, взлетел рынок. Это индекс DAX. Пятиминутный график. Когда цена так улетает, я смотрю на свои точки белые. Если она очень далеко находится от точек, то вот это место, вот здесь нельзя покупать. Нельзя покупать. Опасно. Почему? Потому что может обвалиться. Можно покупать на более глубокой коррекции. Вот здесь зона ценности. Вот здесь можно покупать. Вот тут нельзя. А что может упасть? Тут нельзя. Дешевле, дешевле, дешевле. Может быть очень острая, резкая реакция Я бы сказал, это один из самых важных аргументов Посмотрите вниз на мой смарт-осциллятор Видите, он здесь достиг экстрима То есть он очень близко к экстремальным значениям Но еще важно то, что вот это расстояние Помните, рынки двигаются от сужения к расширению Сейчас широкая фаза Это значит, что рынок растянулся как резинка И может в любой момент лопнуть И, соответственно, прийти к ценности, к норме Поэтому ни в коем случае мы здесь не покупаем Мы ждем более глубокой коррекции, чтобы купить Либо просто игнорируем рынок Пока DAX в сторону Dow Jones упал Кстати, Dow Jones упал прямо на поддержку Сейчас, одну секунду Здесь тоже нет покупки Нет, здесь нет покупки То же самое, расстояние до белых точек большое И здесь вообще интересный момент Что мой смарт-осциллятор падает В то время как цена растет Ни в коем случае нельзя покупать На коррекции более глубокой То есть рынок должен скорректироваться глубже И возможно будет buy Но это не факт Почему? Потому что мы очень высоко Европа висит по-прежнему Я его без убыток поставил Уснул Пусть отдыхает Доллар канадец Доллар канадец, кстати, в нашей зоне сцел Мы его скоро, возможно, продадим Но опять, вот посмотрите Доллар канадец, да? Смотрите, где цена, где ценность Какое расстояние Видите? То есть вот здесь Это широко Это поздно продавать Не значит, что рынок не может пойти Но количество доступных тебе пунктов Оно совсем небольшое По сравнению с тем Что могло быть здесь, 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 здесь Почему? Потому что здесь близко Здесь далеко Близко, далеко Близко, далеко Я хочу, чтобы вы этот принцип Секунду Этот принцип себе зафиксировали Близко, далеко Близко, далеко Очень важно для вашего успеха Евро в зоне Чуть-чуть подрастет И мы будем его фиксировать Чуть-чуть, прям на копеечку Видите? Вот момент, что я опоздал, да? Ладно Переживем Дакс, отмена, да? Никаких покупок Еще раз Меня не интересует, что рынок может пойти дальше И я упущу прибыль Если я буду об этом думать Я каждый раз буду оказываться не на той стороне рынка О, кажется, нет Он не идет Он идет вверх Или, о, там На каждый бар реагирует Нет, я смотрю на контекст Контекст мне говорит о том, что Мы далеко от ценности Понимаете? Поэтому сделки здесь Нет, нет, нет Мы должны прийти К ценности И тогда возможно будет buy А может уже и не будет покупки Смотрим Весь рынок в зеленой зоне Весь маркет Кроме доллара, да? Доллар канадец падает Все остальное зеленое Готовимся зафиксировать евро Забираем Забираем Евро Для евро Хорошее движение Да, мы видим От точки входа Где надо было войти 187 пунктов 18 Точнее 19 Очень хорошо Может пойти выше, да? Вполне Может пойти выше Давайте сделаем следующим образом Сейчас я немножко прервусь Поторгую Дальше сам А потом мы вернемся И продолжим Чтобы я На самом таком пике Сосредоточился Потому что сегодня пятница Хочется Поймать Классные движения А потом мы вернемся Разберем сделки Которые были И Возможно еще с вами Что-нибудь откроем Хорошо? Для вас пройдет Вот так же секунда Для меня Может быть час Может полтора Возвращаемся Ну я вам так скажу Ничего не было интересного Причем ситуация такая Что Когда мы начинали С вами все взорвалось Рынки летали И потом как будто Раз И кто-то выключил свет Все Потухло Вообще напрочь И вот здесь Очень такой момент Тонкий Если ты это Вовремя заметишь И вовремя Снизишь Свою активность То тогда И Станешь Осмотрительнее То тогда У тебя Реально есть шансы Не просрать день Потому что Когда видишь Все летает И это Было Вот слева В начале Все падало Или росло Смотря Да Какой инструмент И ты там Не был И Потом ты Вроде как Уже сил готов Торговать А рынок Уже не готов Все И вот здесь Нужно этот момент Бывает такое Знаете Прям торопишься Хочешь войти Хочешь на этом Как-то заработать Вот это нужно Момент Переждать Потому что Может быть Досадно Может быть Неприятным Как столько Упустил Или тут Могу заработать Проходит полчасика Ты уже Нормальный Главное В эти моменты Когда эти мысли Точнее К тебе приходят Не торговать Не торговать Я долго ждал Выдерживал У меня были Сегодня Сделки После нашего Евро Три Позиции Два Там Ни о чем Плюс-минус И Одно Такой Нормальный Плюс Я сделал По евро Иене И вот Сейчас Снова Быки Толкают Цен Наверх Кстати Хорошая Ситуация Чтобы Купить Прямо Текущих Индекс Насдак Немножечко Заработаем Смотрите А вот Это моя Ситуация Сейчас Тихо Тихо Сейчас Сейчас Зайдем Скажу Где Вот Здесь Я Лимитку Поставил Если Обойдет Туда Да Конечно Видите Он Затух Кажется Что Ну Ты Здесь Мог Купить Например И тут Сейчас Выйти Да Ну Нахер Это С ума Сойти Это 60 Пунктов Вот Смотрите 60 Пунктов Ты ждешь Час Это Ненормально Это Не ведет Тебя К прибыльной Торговли Это Ведет Деградации Полной Вообще Как Трейдер Можем Даже Сейчас Купить Здесь Смотрите Мои Точки Эти Белые Поперли Наверх Причем Что любопытно Это Хороший Рынок Вот Посмотрите Сюда Помните Чему Мы учились В предыдущих Трениках Далеко Близко Еще Не так Далеко То есть Еще Есть Запас Уйти Верх Поэтому Это Идеальный Сигнал На Бай Ну Вот Не дошли Да Чуть Сейчас Посмотрим Скорректируется Ли Просто На пробой Это Дорого Вот Прям Здесь Ну С другой Стоит Разговор За Какие-то Два Пункта Крыса Ладно Смотрим 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 Может Он Сейчас Придет Видите Точки Белые Полетели Полетели Все Вот Это Моя Ситуация Даже Если Не придет Не Скорректируется Вот Это Та Ситуация Которая Торгую Понятно Немного Поздно В плане Местоположения Видите Сколько Времени Прошло Между тем Как Смарт Расселетер Стал Зеленый И Текущей Ценой Очень Много Времени Прошло Несколько Часов Это Не Очень Гуд Для Сделки Потому Потому Не Рынок резко остыл, он должен резко вскипеть. Чтобы рынок резко остыл, он должен резко вскипеть. А когда он вскипает плавно, закипает, спокойненько кипит. То есть, когда ты ставишь кастрюлю, просто очень хорошая аналогия, очень хорошая ассоциация у вас будет возникать. Вскипел рынок резко. На большом огне там все, бустер, индукция, все такое. А здесь он так на пятерочке, на четверочке, покипит, так спокойненько, томится. Так спокойненько, спокойно, маринуется. И это усиливает, это говорит о том, что рынок сильный. Быки сильные и маловероятно они отпустят цены. Ну, то есть, отпустят рынок. Понимаете, потихонечку кидают дров, не резко так, не сразу, все, в топку. А здесь все бросили, все силы, бам, разворот. Если ты здесь пытаешься купить, да ты все слил нахер. То есть, где нельзя покупать? Нельзя покупать какой-то эстонский трейдер. Или румынский. Нельзя покупать. Сербский. Сербский мальчик. Все, ладно, удаляем ордер. Потом, если что, вернем. Нет, тоже сам. Тоже, видите, уже далеко от цены ушла. Сверхула сильно опустилась. Сейчас посмотрим. Может, прыгнем в локальное движение. Такое. Вот это движение меня интересует. Сейчас посмотрим. Просто есть базовая установка. Все, что мне нужно для торговли, дает мне сканер. Вот этот вот тренд. Все, что надо. Вот, видите, в первом ряду нефть. WTI. Все, это NASDAQ упер. Да, улетел. Все, удаляем. Потом вернем, если что. Мы будем наблюдать с вами. Ждем нефть. Здесь был SEL сигнал вот тут. Продажи. Видите, как близко точки. Спокойненько рынок так идет. Это говорит о силе быков. Колоссальная сила быков. КСБ. Смарт-осциллятор уверенно держится возле плюс 40, плюс 50, не зашкаливает. Здесь зашкаливает? Да или нет? Да. Здесь зашкаливает? Нет. То есть, здесь все силы бросили. Почему-то какие-то дурные мысли лезут в голову. Здесь все силы бросили слева. А здесь просто спокойно ничего не происходит. Видите, свечи мелкие. Это тоже свидетельство очень большого давления покупателя. То есть, к чему я вас призываю? К тому, чтобы стать специалистом. Не надо торговать. Развороты. Вы торгуете. Вы торгуете коррекцией. Вы пробои. Вы торгуете отскоки. Везде вы все знаете. Везде хотите. Тут я сыграю на бай. Сейчас он сюда придет. Здесь сел. То есть, вы хотите быть всесторонне. Развит. Это круто. Но знайте много о немногом и немного обо всем. Вот это как раз тот случай. Будьте специалистом в области какой-то конкретной, скажем, тренд, например, пробой коррекции. Что вот как тренд рождается? Он либо начинается и палка такая, да? Либо идет зигзагообразно. То есть, ты можешь торговать и пробой коррекции. То есть, общий это будет тренд. Стань специалистом торговли по тренду. Или стань специалистом торговли на разворот. И все, что тебе надо будет, это задавать себе правильный вопрос. И как выглядит разворот? Какая картинка? То есть, если ты будешь пытаться обучаться торговле во все стороны, это круто вначале, чтобы понять, что твое. Но в конечном итоге нужно будет сфокусироваться на одном. Вот мои трейдеры, кто у меня обучается, больше их часть, фокусируются на коррекциях и пробоях. То есть, на тренд-сканере. Новенькие сначала на коррекциях, потом они потихоньку втягиваются и уже торгуют пробой. Потому что пробой это такое быстрое явление. Момент, он зашел, бум, сразу. И все. И ты отсеиваешь развороты. Понятно, что разворачиваешь, ты хочешь заработать, но это тебе не надо. Ты иначе сойдешь с ума в реальном времени. Тут, тут, тут. Но это неэффективно будет. То есть, где твоя сильная сторона? И я как сказал вначале, сильная сторона – это что? Тебе комфортно, это быстро и это прибыльно. Вот это все признаки. И ты, когда начинаешь учиться торговать, ты уже по этим критериям понимаешь, что что-то тебе зашло сразу, что пошло у тебя сразу. Делов-то, да? Но нет же, мы пытаемся везде быть, всем владеть все сразу. Вот я, когда пытаюсь торговать все, и то, и то, и то, я теряю деньги. Это лайк называется. Есть, пока нельзя нам продать. Нет. То есть, я не думаю о ситуации на рынке, хорошей она или нет, потому что ситуацию и, в принципе, сам сигнал определяется алгоритм. Он здесь, вот я его сейчас обновил, я туда добавил еще, чтобы он мониторил положение моего смарт-осциллятора. То есть, он следит за тем, чтобы смарт-осциллятор был выше определенного уровня, только тогда дает сигнал. Это отсеивает просто тонну, тонну сонных, неинтересных, неактивных, убыточных графиков, которые просто спят, и тебе там каждый раз типа сигнал, сигнал, а по факту ничего. А когда смарт-осциллятор 40, 50 и выше, в подавляющем большинстве случаев вы будете видеть движение, и у вас будет шанс заработать на этом. А суммируя это с сигналами, который встроен в сам сканер, там же сигнал очень сильный, в моей системе встроен, это дает очень хорошие результаты, и, я говорю, очень много отсеивает. Потому что одно из важных качеств трейдера, это не просто торговать по сигналу, а торговать по сигналу в определенной ситуации. Как эта ситуация выглядит, которая тебе дает преимущество? Вот она выглядит так, как показывает ее сканер. Я сейчас вам покажу здесь настройки. То есть здесь, в принципе, трейдеру вообще ничего не надо трогать. Вообще ничего не надо. Вот здесь внизу мы вывели еще смарт-осциллятор, смарт-осциллятор, то есть он считывает гистограмму с другого таймфрейма. То есть это такая схема, что он все собирает с других таймфреймов, и вот здесь вам в готовом виде выдает. Очень удобно. Вот прям, наверное, самое такое вот крутое наряду с роботами, потому что есть еще робот, который полностью сам торгует без участия трейдера. Это вот самое удобное и самое, на мой взгляд, эффективное. Доллар канадец. Смотрим. Там хорошая ситуация, кстати, на сел. А здесь все, видите, даже настройок нет. Ну, кроме вот этой вот одна настройка такая, которую можно менять и влиять на количество сигналов. Чем она меньше, тем меньше сигналов, чем она больше, тем больше сигналов. Все. А по умолчанию можно вообще не трогать, оставить, как есть. Все остальное касается графических параметров. То есть, все убрали, все скрыли, потому что все то, что там есть, уже протестировано, проверено, чтобы трейдер не копался своими руками, на плане лес. Я в плане измени настройок, эту цифру поставь так, может быть так, это может быть так, да нахер. А поэтому мы упростили задачи себе и вам, поставили настройки, которые оптимальны. Нет такого лучшие, нет такого прям вот идеальные. Это оптимальные настройки. Представьте, что делает наш NASDAQ. Он растет дальше. Ах, ты паразит. Не хочет корректироваться, да? Это очень здорово, что я записывал видео в начале, мы могли видеть вот эти, да, моменты, связанные с удалением от ценности. И потом вечером во второй половине своей силы, эти моменты связаны с наоборот. Вроде тоже тренд идет вверх, но он идет в другом состоянии. Сила. Причем два входа по моему сканеру, вообще, когда я вижу сигнал, два входа, это агрессивный, вот как мы здесь пытались войти. То есть смотрите, вот идет тренд. Как идет тренд? Ну, движение, да, скажем. Вот идет тренд. Идет, 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 идет. И ты пытаешься по ходу, как он идет, идет войти несколькими способами. Первый способ, это прям сразу прыгнуть вот здесь, да, при сигнале. То есть не дожидаясь коррекции, потому что ее уже может не быть, не факт. Поэтому моментом трейдинга, это трейдинг, где ты заходишь сразу, либо микро такой, выживешь коррекцию, маленькую, 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 чтобы потенциально оседлать движение. И вот в такой ситуации, как здесь, когда мои точки близко, смарт-осциллятор плюс 40, плюс 50 и выше, это идеальная среда для такой торговли. Именно агрессивно, то есть чуть-чуть скорректировать, бай, или вот здесь бы скорректировать, бай. Идеально. То есть какие условия тебе позволяют так торговать? Второй способ, это ждать коррекции. Если ты здесь, например, не взял, или не зашел, или решил, что не будешь входить, это коррекция. И вот здесь второй вопрос. То есть моментом второй, это коррекция. Как выглядит коррекция? Как она выглядит? Куда коррекция? Ведь разные места коррекции есть. Для меня это белые точки волатильности, вот это зона бай. Я могу сюда поставить бай лимит, лимитный ордер на покупку. А второй вариант, я могу дождаться подтверждения в этой зоне и купить. То есть два варианта, и тот и другой нормальный, хороший. Соответственно, вот здесь бай. То есть еще коррекция бай. И мы стараемся купить либо моментум, либо коррекцию 1, либо коррекцию 2. Можно покупать дальше, бывает третий, четвертый, если есть тренд сильный. Но лучше это вот эта среда. Потому что тренд не длится вечно. Он рано или поздно останавливается, либо глубоко корректируется, а может быть и развернется. Но разворачивается только в случае, если есть вот такое движение. Резкое ускорение. Вот так рынки не разворачиваются, как сейчас вы видите NASDAQ. Такой закономерности. Ну не то, что нет. Нет. Ну это маловероятно. Все. И все, что я делаю, на все, что направлена моя энергия, моей системы, моей разработки, это на выявление идеальной точки моментума. Это дает тренд-сканер. Выявление идеальной точки коррекции. Это дает тренд-сканер. Ну, совместно с моей системой, со смарт-осциллятором, то есть это все в комбинации. Все. То есть я всегда смотрю на два графика. Минута, пяти минут. На дейли я смотрю только, чтобы посмотреть, где там экстремальный уровень. Вот, например, сейчас мы видим, что NASDAQ на какой-то вершине находится. Слева нет уровня, я их не вижу. Я перехожу на дейли, смотрю налево. Могу еще там посмотреть на какие-то нюансы, но это так, не важно. Ключевой это минутный и пятиминутный. Почему? Потому что меня интересует, что рынок сделать сейчас и в ближайшие пять-десять минут. Все остальное не имеет никакого значения. Потому что, если я посмотрю на дейли, я могу зацепиться. Ой, здесь такая сильная свеча. Или, ой, здесь такой уровень. Или что-то еще. На минутке им похер. Они все не купили, там новости вышли какие-то. Они там покупают, как галтелы. И все указывают на бай. Так зачем мне дейли график? Он не актуальный для моего решения. А ты пытаешься приплести или используешь часовой график, чтобы на минутке принять решение. Бывают такие стратегии, но в большинстве случаев это какие-то очень специфические нюансы, какие-то очень специфические техники. Но в целом это большой лаг создает между твоим решением и ситуацией на рынке. Ты хочешь принять решение внутри дня, но смотришь на часовой график. Тебе нужна отработка в течение 50 минут, 5-10 минут, а ты смотришь на часовой, который отрабатывается в течение нескольких дней, сигнал. Где логика? И вот удивительно, что я раньше так делал. Вы представляете? Я смотрел на сигнал, там часовой сигнал. Где часовой сигнал? Где я? Понятно, если ты на часах торгуешь, да. Но это настолько важно. Вот вы не представляете, как это может повлиять на ваши результаты. Вы можете торгать хорошей силой, но вы постоянно смотрите на старшие графики, отвлекаетесь, за это у вас меняется представление о том, как лучше торгать, потому что на часовике там сильный разворот, а на минутке у меня наоборот против этого разворота. Тогда это что мне делать? Поэтому смотрите на минутку, максимум на пяти минутку, можно еще на 15, ладно, смотреть, чтобы между ними, да, вот не было большого разрыва. И что я смотрю на пяти минутки? Я на пяти минутки смотрю, в первую очередь, вот сразу мой глаз обращает внимание на точки. Сразу смотрю на точки. Если они близко, вот как сейчас, все нормально, с трендом, все окей. Но если цена далеко, еще раз, вот, наверное, уже миллиард раз говорил, я понимаю, но это важно. Далеко. Есть разница между этим и этим удалением. Огромная разница. Раза в два. То есть х2. Вот это движение, удаление от белых точек, оно в два раза больше, чем это. Да? Да? Невозможно это отрицать. Но, возможно, произойдет ситуация, когда мы резко убежим. Тогда это будет сигнал к тому, что нельзя больше смотреть на бай. Можно только, когда он там глубоко, может, упадет, скорректируется. А если вот так дальше будет расти, до конца дня будет расти, скорее всего. Или где-нибудь замерзнет, но при этом падать не будет, будет вот так стоять. Потому что рынок очень сильный. Мой смарт-осциллятор уверенно не падает, не растет. То есть по кайфу. По кайфу. Понимаете? Это фундаментальные вещи, трейдеры. Очень важная вещь. И в техническом плане, то, что мы разбираем, в психологическом плане. Поэтому, если сейчас упадет в нас, мы будем готовиться покупать. Не сразу, не с руки, а с подтверждением. И если оно будет, я даже расскажу, что это за подтверждение. Договорились с вами? Просто хочется, чтобы у вас тоже начало получаться. Я не говорю, что у вас прям сразу получится, или у вас всегда каждый день нам будет зарабатывать. Нет, у меня тоже бывают провалы. Причем, иногда делаешь все правильно вроде, а как-то немножко не хватает чего-то. бывают такие периоды. И это нормально. В конце концов, это же часть нашей работы. Так что, ждем еще. Немножко с вами подождем. Я надеюсь, что еще дам вам пару таких инсайтов. Сейчас давайте посмотрим. Йену может. Неужели она еще растет? Она растет еще. Я сегодня купил фунт-йену. Я купил фунт-йену сегодня вот здесь. Так, 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 так. Я вот здесь купил фунт-йену. Вот тут. И слишком близко поставил стоп. И вышел там же почти. Это хороший байбл. Посмотрите, точки растут. Смарт-осциллятор. Уверенно. Моя область сопротивления пробита. Бар силы. Кто у меня в личном кабинете зарегистрирован ProTrader. Есть подписка. Мы изучаем сейчас много price action паттерны. Как их применять в реальном времени. Как их использовать, чтобы максимально точно входить в рынок. Вот здесь у меня был идеальный вход. Но немножко я поторопился. Бывает такое. Ничего страшного. Вот. И здесь вышел по нулям. Но увидим, что рынок еще растет. И похоже будет расти дальше. Почему? Почему рынок растет? Какие технические предпосылки? То, что точки не удаляются. Видите, они прижались и едут. Смарт-осциллятор не зашкаливает. Как здесь он стал зашкаливать. Сразу была пауза. Немножко сбросили напряжение. И спокойненько дальше пошли расти, расти, расти. То есть я хочу, чтобы вы именно такими ассоциациями мысли растянулись, перетянулись, сорвалось, потом опять и вот так как туда-сюда, туда-сюда. Представляете, как точки растут. О чем это? Говоришь, что будет дальше расти. А давайте пятиминутку посмотрим. Смотрите, нигде мы ни на одном из этих отрезков, как фунт иена растет, мы не видим сумасшедшего удаления. То есть все спокойно. И точки долго не находятся в фазе горизонтальной. Они вот так же растут. Это вообще редкое явление. Это говорит о том, что бык просто здесь какой-то дикий. Может быть сброс небольшой, напряжение рынок скорректируется, но разворотов в такие ситуации не то, что в 100%, но примерно в 80% случаев цена остается в бычьей фазе до конца дня. Поэтому я не удивлюсь, если фунт иена быч до вечера расти. Все. Когда вы это определили, когда вы этому научились понимать, как выглядит сильный рынок, он всегда, практически всегда выглядит одинаково. Теперь задаемся вопросом, как нам входить. То есть как мы можем заработать, если мы знаем, что сейчас бычий рынок. Вот сейчас бычий рынок. Где мое место, где я могу зайти и извлечь из этого выгоду, из этого бычьего рынка. Все. А потом уже, когда вы научились извлекать выгоду, выгоду имеют профиты до первой цели. То есть взяли небольшую прибыль и вот так с хорошим процентом прибыльных сделок работаете. И потом вы уже, имея вот эти прибыльные сделки в своем арсенале, прибыльные ситуации, прибыльные ассоциации, прибыльные паттерны поведения, вы просто умножаете объем. И все. То есть делайте то же самое, только с большим объемом. По чуть-чуть увеличивая объем. Все. То есть вы готовите ментально себя, формулируете четко торговый процесс, а потом на этот процесс кидаете деньги. Все. По-другому никак не получится. А все начинается вот с этих базовых вещей. Так что фунт иен уже все улетело. Смотрите, что это? Нужно сделать точку. Что это за бред? Обалдеть. Наблюдаем за нефтяным рынком. Возможно будет селл до минимума вчерашнего дня. Сейчас посмотрим, как поведут себя наши точки. Примем решение. Очень внимательно смотрим. Не спешим. Не спешим никуда. Не торопимся. Заходим в шорт и ожидаем резкое движение вниз. И в районе минимума дня заберем вчерашнего дня тейк. Наблюдаем, не спешим. Это, знаете, у меня вызывает такую картинку. Вот эта ситуация. Сейчас я в режиме скрина. Как будто это как как будто висит в фильмах, да, там за какой-нибудь этот обрыв зацепился и такой висит-висит и сорвался. Вот ситуация такая, знаете, очень похожая и обычно. при появлении вот такой ситуации, вот такой картинки мой смарт-осциллятор. Видите, как погружен. Смарт-осциллятор минус 40. Сила сигнала номер 1. Сила сигнала номер 2. Я вижу пробой уровня пробой уровня плюс пробой TC-Cell плюс пробой TC-Buy. Извините, не TC-Cell. TC-Buy. Да или нет? Да, мы пробили. Мои точки черные идут вниз, бегут. Это все вместе говорит о колоссальном давлении продавцов и предполагает, что либо сразу, либо через какую-то коррекцию рынок опустится. Не обязательно прямо к моему тейку, но мы видим движение вниз. наблюдаем. Давление усиливается. Вот единственное, кто выстрелил, просто, я не знаю, здесь какой-то дичайший был выстрел, я не обратил внимания, но мы с вами еще торговали, искали сигнал, неважно. Но посмотрите вот здесь, это пособие для всех трейдеров, которые хотят успешно торговать моментом и пробоем. Вот это надо записать, зафиксировать, задокументировать. Посмотрите очень внимательно сюда, на контекст рынка. Наш смарт-осциллятор уверенно выше 50. Да или нет? Абсолютно так. Я вижу эту информацию, то есть все, что мы делаем, все, чему я обучаю трейдеров, это визуальные сигналы, либо сигналы аудио, то есть когда мы слышим информацию на графике, то есть процесс обработки информации подразумевает визуал и аудио, это важно. Соответственно, посмотрите здесь, как мои белые точки волатильности, то, о чем мы говорили по NASDAQ, и постоянно я об этом говорю, не то, что близко к ценам, а они, здесь просто нет расстояния, просто нет расстояния. Это редчайшая ситуация. Мой осциллятор SMART высоко, плюс 50 и выше, но не зашкаливает, важно. И вот здесь, это та ситуация, где мы обычно с трейдерами значительно увеличиваем объемы, значительно увеличиваем объемы. Это идеальная ситуация, которая указана на то, что рынок взорвется. Потом мы видим с нас скорректировать, давая возможность еще войти, если ты вдруг опоздал, не успел, бай, 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 бар силы следом. И просто в момент написать, смарт-осциллятор стал зашкаливать. Идем вправо, идем вправо, и вот здесь тебе предупреждение выносят. Аккуратнее, здесь торгуй по тренду. Аккуратнее здесь торгуй по тренду. Будь внимателен. Почему? Потому что рынок удалился от ценности. Как визуально это удаление от ценности выглядит. На что оно похоже? Визуально удаление от ценности выглядит так, что смарт-осциллятор уходит выше сотни, прижимается. Ой, извините, выше 90 вот этого уровня и прижимается к сотне. Расстояние от белых точек здесь и здесь в разы, правда? Сумасшедше. А здесь мы стали удаляться. Еще раз ушли дальше. То есть у нас на обучении в программе ProTrader это называется DS, Dual Space, двойное удаление, двойное расстояние, когда и далеко до точек, цена далеко от точек и смарт-осциллятор зашкаливает. Здесь. То есть здесь ты получаешь информацию, что стоп торговать, пробой, моментум, коррекция, вообще стоп, все покупки стоп. Почему? Потому что уже поздно. Ты понимаешь это здесь, не здесь, что поздно. Здесь все понимают, что поздно. даже не здесь, не здесь, а вот здесь еще. Но если ты информации не видишь или не знаешь, как такие ситуации скажем, выглядят, то ты можешь спокойно купить где-нибудь здесь, здесь, здесь. Колдовать, если еще стоп не поставил, что может быть она вернется. Это очень неприятное ощущение, потому что может падать, даже если тренд был в начале дня сумасшедший, как мы видим, раслу. такая же картинка везде, криптовалюты, акции, фьючерсы, что бы вы ни торговали, евробанды, вообще неважно. Это было, есть и будет на любом абсолютно рынке. Ну так вот это и работает, так устроен рынок. Такие циклы. Я надеюсь, вам это интересно, и вы поделитесь видео, поставите лайк, и может быть даже станете участником про трейдер обучения. У меня, короче, закончилось место на Шовском диске. самый такой разгар. Короче, я к чему? К тому, что все одинаково. Вот если вы посмотрите на Солану, что с ней происходило вот эти дни, на 5-минутный график, не надо даже никуда смотреть, на М5, вы увидите эти циклы, посмотрите, бам, как она далеко от ценности. Видите? удаление от ценности, приближение, удаление, приближение. И когда ты видишь, ты понимаешь, что здесь запрещено покупать. Очень мало шансов, что пойдет наверх. И мы это с трейдерами в реальном времени наблюдаем. А то вы скажете, что вот он показывает на истории, так все видно, и я все знаю. Ну и мы с вами только в основном на онлайн-торговле. По крайней мере, я стараюсь только в онлайн-режиме вам все показать. И вот сейчас, например, мы посмотрим, мы увидим, что Солана сегодня удалила здесь. Далеко? Да, нельзя покупать. Далеко? Да, нельзя покупать. Далеко? Да, нельзя покупать. И что ты видишь каждый раз, когда он удаляется? Ты видишь реакции? Что здесь ты видишь? Далеко. Здесь только buy, может быть, да? Все. Ты это коннектишь со своим сигналом и понимаешь, есть у тебя решение или нет. Есть у тебя сделка или нет. Все. Понимаете? Далеко, близко. Это не работает каждый раз на 100% случаев, но это работает очень стабильно. Ну что, забираем прибыль по WTI. Хорошее место. Готовимся забрать прибыль. Я уже прицелился. Снимаем профит. Не будем ждать. И вот это вот та ситуация. Я хоть вошел поздно, но все равно мне удалось заработать здесь. Что значит поздно? Ну, посмотри, где у тебя сигналы первые. То есть, это первая группа сигналов. Первая. А это уже вторая группа сигналов пошла. Коррекции нет. То есть, как я говорил, да, может быть, вот такая палка. Ты можешь здесь войти, здесь войти, но чем ниже ты входишь, тем ты можешь нарваться на коррекцию. Поэтому иногда ты смотришь на графике и видишь, что уже рынок дохера прошел. И тебе единственное решение это коррекция. Все. Или, может быть, так, что настолько остро цена упала, что просто коррекция превратится в обратное движение. И ты здесь должен не то, что всегда понимать, это конец или не конец тренда, продолжится ли падение, нет. Но у тебя должны быть критерии сортировки таких ситуаций. поэтому здесь мы добавляем подтверждение свечным паттерном, чтобы не нарваться на так называемую V-форму. Бывает такой рынок идет, 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 и обратно пошел. Но здесь пока предпосылок нет, почему же, точки белые, ой, черные падают, смарт-осциллятор одно и то же. Вот все, что я сегодня показывал, выглядит одинаково, только где-то на бай, где-то на сел. Да или нет? Да. Если вы увидите таких 300-400 ситуаций, вы будете намного, вот сейчас возьмите себя и через 200-300-400 ситуации такие. Вы просто другой человек будете в экран. Вы будете понимать, что вам делать дальше. Потому что это визуальный сигнал. я его вижу, я не могу это игнорировать. И когда ты каждый раз видишь, ты привыкаешь, и вот эта неопределенность по правую сторону графика не становится уже для тебя таковой. Потому что единственная причина, почему ты сливаешь, и почему у тебя эмоции, потому что непонятно, что делать у правого края графика. А когда понятно, и ты уже привык это одинаковым образом делать, у тебя уровень внутренней уверенности намного выше. И это меньше провоцирует эмоции. они будут в любом случае всегда. Никогда ты от них полностью не избавишься. И не надо. Это нормально. Наоборот, это хорошо. Они у тебя есть. Потому что есть люди, которые не испытывают эмоции вообще. Это такая предельная форма зажатости личности в собственном теле. Но это отдельная история. Это отдельная история. Понятно? Вот видите, один только принцип я взял за основу. Я даже ничего другое сейчас сегодня вам не рассказывал особо. Это расширение сужения. Как выглядит, как, ключевой вопрос, выглядит сужение, как выглядит расширение. Смарт-осциллятор, точки волатильности и дистанции между этими параметрами, как они расположены. Все. И оттуда я уже понимаю, можно мне торговать по тренду или нет. Все остальное делать алгоритм. Все. И вот так ты это просто ставишь на поток, идешь сделка за сделкой, сделка за сделкой, сделка за сделкой. И не обязательно тебе вот это все движение брать. Если тренд пошел, и ты на дистанции вот тут, 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 тут взял, чуть-чуть, не знаю, процентов 10, ты молодец. Любого спроси, профессионального трейдера, берет ли он весь тренд. Нет. Это только новенький хочет от минимума до максимума все схапать. Поэтому в итоге ничего сливает деньги. Потому что он об этом думает. на дистанции возьми вот этот отрезок. Это твои деньги. Вот это. Все остальное не то, что не твое, но не обязательно, чтобы было твое. Если ты постоянно будешь на каком-то отрезке делать деньги тренда, все, нашел тренд, сделал деньги на этот отрезок. Нашел тренд, сделал деньги на этот, нашел тренд, сделал деньги на этот отрезок. В чем проблема? Просто? Абсолютно. Но нифига, нелегко. Еще раз. Это одна из самых сложных профессий, которая только, наверное, существует и требует очень должного, трепетного внимания. Так же, как и к другим каким-то профессиям, где ты, где у тебя процесс становления может занять несколько лет, а не так, что ты за месяц пришел, такой, я все научился. Нет, нет. Это такой же навык, как ты можешь овладеть каким-то навыком, не репетируя должное количество раз правильно. Правильная репетиция. Ты можешь торговать, есть трейдеры по 10 лет торгуют, сливают, сливают, сливают. Они просто, они думают, что не набираются опыта. Нет, они набираются неправильного опыта в большинстве случаев. Потому что это может не закончиться. Ну, то есть, пусть сливают, сливают, где конец-то. Вопрос, делаешь ли ты правильные вещи? Бум! К чертям собачьего болело здесь. Ладно, трейдеры уже поздно, правда. Я хочу вас поблагодарить. Я с удовольствием с большим такие видео пишу. Надеюсь, вам это полезно, откликается. Вы заряжаетесь энергией. Это помогает вам в вашей торговле, в принципе, и то, чему я вас обучаю здесь. Вот, если вы хотите больше, так сказать, примерить на себя все эти принципы, методы, стратегии, которые отработаны, которые годами уже прошерстили весь рынок мы и обратили внимание, что везде это одинаково выглядит. Плюс-минус, где-то может быть прям супер хорошо, где-то чуть меньше, чем супер хорошо работает. Но, тем не менее, это сильнейший метод торговли, причем не обязательно, как я торгую, вот именно по тренду вот таким моментом и ловить. Это не обязательно. Можно торговать и развороты в рамках этой концепции, можно торговать и резкие смены трендов в рамках этой концепции. Вот у нас такие тоже есть сигналы. Но, на мой взгляд, если ты дэйтрейдер, потому что вы можете это применять и на других таймфреймах, то же самое. Если ты дэйтрейдер, в принципе, тебе интересно только вот одно. Трендовое движение, начало где-нибудь свой кусочек отгрызть, возможно, еще повыше чуть кусочек отгрызть или ждать восстановления и там подобрать тоже кусочек отгрызть. А потом, когда ты уже вот эти кусочки привык, ты знаешь, где они лежат, ты приходишь, там берешь, берешь, берешь. Понятно, не каждый день, не каждый раз, но, тем не менее, в большинстве случаев там 7 из 10, там лежит. В 7 попытках из 10, там что-то есть, деньги. Ты их берешь, берешь, привык уже и потом ты можешь приходить с более крупной сумкой. То есть увеличивать свой объем и делать больше прибыли на то, что ты уже знаешь, что отработано. Спасибо. Все. На этом точно все. Лайк, подписка, дележка, делимся с друзьями. Новых видео будет больше полезностей. Хотите обучаться, у меня ссылка под видео. До свидания. Пока-пока.